Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Закон и право» и с вами я, помощник прокурора Сергеевского района Владимир Захаров. Сегодня мы рассмотрим вопрос пользования порталом «Госуслуг». С 1 апреля 2022 года вступили в действие изменения, установленные постановлением правительства Российской Федерации от 4 февраля 2022 года номер 111. Изменения определяют порядок регистрации несовершеннолетних в Федеральной и Государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в целях обеспечения возможности предоставления детям и подросткам государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Подростки старше 14 лет могут самостоятельно зарегистрироваться на портале Госуслуг в сети интернет. Для этого им понадобится в интерактивной форме указать свои данные, фамилии, имена, отчества при их наличии, реквизиты паспортных данных, пол, дату рождения, место рождения, номера СНИЛС и ННН, сведения о гражданстве при наличии гражданства, адреса регистрации по месту жительства для иностранных граждан и лиц без гражданства при наличии регистрации по месту жительства Российской Федерации, абонентский номер обслуживающего оператора подвижной и мобильной связи. Детей до 14 лет зарегистрировать на портале смогут их родители, если у них, в свою очередь, есть учетная запись на портале. Внесение СНИЛС ребенка, не достигшего возраста 14 лет, являющегося гражданином Российской Федерации, реквизитов свидетельства о рождении осуществляется путем автоматической постановки сведений, содержащихся в личном кабинете его законного представителя на портале госуслуг. Возможность совершения законным представителем несовершеннолетнего действия от имени ребенка посредством портала госуслуг, а также совершения каких-либо действий, связанных учетной записью несовершеннолетнего, может быть ограничена в случае получения информации об отсутствии у него соответствующих полномочий. Спасибо за внимание, дорогие телезрители. С вами была программа «Закон и право» и я, помощник прокурора Сергийского района Владимир Захаров. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!